Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжаем вместе с вами, кому это интересно, кому дорого, кто внимательно относится к своей жизни, размышлять над молитвой, самым крепким, самовсильным оружием, которое дано человечеству. Молитва за себя, за своих ближних и за дальних. Заповедь о молитве мы находим в Священном Писании, а в Соборном Послании апостола Якова находим такие слова, которые тоже нуждаются в очень глубоком осмыслении верующего человека. Какие слова? Из 5 главы, 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». И далее апостол Яков говорит, «Илья был человек, подобный нам». А если по церковно-славянски, подобострастный нам, то есть во всем подобный нам был Илья, великий пророк Божий. «И молитву и помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила свой плод». Вот над этими словами давайте задумаемся, что значит «много может молитва праведного поспешествуема». Что значит, что молитва праведного, она должна как бы быть поспешествуема. Какой глубокий смысл этих слов? Преподобный Паисий Святогорец, чьи наставления, мы стараемся с вами, дорогие друзья, кто регулярно слушает наши с вами беседы, мы стараемся часто черпать из его духовного опыта мудрые мысли. Вот как преподобный Паисий отвечал на этот вопрос. Что значит молитва праведного поспешествуема? «Нужно, чтобы тот, кто просит чьих-то молитв и сам при этом хотел помочь себе, хотел спастись». Видите, какой очень важный нюанс. Вот мы хотим за кого-то помолиться, но надо, чтобы тот человек хотя бы сам этого хоть немножечко хотел. Вот тогда молитва будет поспешествуема. Он должен подвязаться, тот человек. То есть для того, чтобы получить помощь от молитвы праведного человека, нужно самому иметь доброе расположение. Бог слышит молитву, совершаемую сердцем. Однако и тот, за кого молится, должен хотеть принять помощь. Это, по-моему, настолько очевидно, дорогие друзья, что даже не нуждается в каких-то объяснениях простой, банальный пример из жизни. Если вы идете и видите, что человек споткнулся и упал, и вы протягиваете ему руку, чтобы ему помочь. Но надо как минимум, чтобы тот человек тоже протянул руку вам, что он тоже хочет встать. Он хочет воспользоваться вашей помощью. Простой банальный пример и множество подобных же примеров вы можете сами привести. То есть вы хотите помочь молитвой какому-то конкретному человеку, но надо, чтобы тот человек хотя бы этого хотел. Хотя бы в меру своего, допустим, там, устроения своей культуры, свое воспитание, своего понимания о вере или своего даже, так сказать, может быть, очень такого поверхностного понимания, но чтобы он этого хотя бы хотел. Если же он этого не хочет, то тогда сам молящийся должен иметь святость преподобного Паисия Великого, чтобы он смог вывести душу из ада. Ну, здесь в данном случае приводится пример из церковной истории, из древнего потеряка, когда преподобный Паисий Великий, однажды один нерадивый послушник, пал в тяжелый грех от прислушания и, не успев покаяться, умер. То есть послушник умер, не успев покаяться. И после ненастойчивых молитв его старца Бог открыл ему, что душа послушника будет находиться в аду до страшного суда, в который он воспримет окончательное подобающее воздаяние. Тогда этот старец, чей послушник согрешил и умер без покаяния, пришел к преподобному Паисию Великому и просил его помолиться Богу о спасении умершего. И после горячей молитвы преподобного Паисия Великого Господь освободил душу вот этого нераскаянного послушника из ада. То есть мысль, которая здесь была проведена, следующая, что если вы хотите помочь человеку, который сам даже не просит о помощи и не сознает, тогда надо самому быть подобным Великому Паисию. То есть надо быть очень великим святым самому. А так как мы все далеко не святы, поэтому, чтобы наша молитва была поспешествуема, надо, чтобы тот человек, за которого мы молимся, хотя бы этого хотел. Множество современных людей, верующих, сталкиваются с такой ситуацией. Мы за своих ближних, за родных, за родственников, ближних или дальних молимся. Они даже как бы, ну они далеки от веры, они даже этого не осознают. Но надо, чтобы они этого хотя бы хотели. Далее преподобный Паисий пишет. «Я, прося Бога о различных нуждах, говорю, Боже мой, пусть Твоя помощь будет заметна, чтобы люди получили от этого и духовную пользу. Если же она не будет заметна, то не нужно им помогать. Многие даже не понимают, от каких бурь избавляет нас Бог, совершенно не думают об этом и не словословят Его. Поэтому будем просить, чтобы Христос, Матерь Божия, святые помогали народу, но пусть их помощь будет осязаемой, чтобы людям это пошло на пользу. Допустим, кто-то оступился на лесах, на строительных лесах, но Бог устраивает так, что он цепляется там за что-то и остается в живых. Или кто-то падает и не получает увечий, попадает в автомобильную аварию и остается невредимым. Во всех этих случаях надо помолиться, чтобы человек понял, с которым это произошло, что спасся он потому, что Бог помог ему и, поняв это, получил духовную пользу. Один мой знакомый, и далее описывает преподобный Паисий, упал с моста в реку, остался жив, ну и при встрече преподобный Паисий, который молился о нем, ну так вот с добрым юмором спросил, ну что, спрыгнул в глубину померить. А другой юноша, которому я дал благословение Крестик, рассказывает преподобный Паисий, он мчался на мотоцикле, перелетел вместе с ним через такси, перевернулся в воздухе, помчался дальше по дороге, не получив даже царапины. От верной гибели спасаются многие, но немногие это сознают и начинают исправляться. Вот, как бы, отвечая на вот этот вопрос, дорогие друзья, очень важный, что значит молитва праведного поспешествуема. Праведный человек, или вот, если вот такой привести пример из нашей обычной жизни, часто, чаще всего просят молитв у священников или у монашествующих. Но для того, чтобы молитва священника помогла тебе, или молитва монаха, надо, чтобы ты хотя бы этого хотел, чтобы ты хоть немножко прилагал к этому усилия сам, чтобы ты осознавал пользу молитвы, ее необходимость. Хотя бы в меру своего понимания, хотя бы этого хотите. И в заключение хочется привести еще одно очень важное такое пожелание и напутствие преподобного Паисия. Я думаю, дорогие друзья, кто внимательно послушает, вы поймете, насколько это актуально для нашего времени. Не забывайте о том, что мы переживаем трудные времена и о том, что необходимо много молитвы. Помните ту великую нужду, которую испытывают сейчас люди. Помните о том великом усердии к молитве, которую требует от нас Бог. Молитесь об этом общем безумии, захватившем весь мир. Молитесь о том, чтобы Христос пожалел свое создание, потому что оно приближается к катастрофе. Эти слова, дорогие друзья, были произнесены в конце 80-х годов. Обратите внимание, они сказаны как будто про наши дни. Пусть он божественным образом вмешается в эту безумную эпоху, которую мы переживаем, потому что мир ведут в смуту, в сумасшествие, в тупик. Бог призвал нас молиться о мире, о мире, у которого столько проблем. Несчастные люди, они не успевают даже перекреститься. Если не будем молиться мы, монахи, ну это можно шире сказать, если не будем молиться мы, верующие люди, в любом звании, то кому мы это оставим? Во время войны солдат находится в состоянии боевой готовности. Он уже в сапогах, он только ждет приказа. В таком же состоянии должен находиться и монах. Если бы мне быть маковеем, здесь вспоминает ветхозаветных героев национального восстания, святых маковеев, преподобный поисий, которые восстали во время правления Антиоха и Пифана, который водил, насильственно водил и до поклонства в Израиле. «Молитвой мы должны помочь всему миру, чтобы дьявол не мог творить, что ему вздумается. Дьявол добился сейчас неких прав». Неоднократно преподобный поисий в своих наставлениях говорил, проводил вот эту мысль, она, собственно, характерна для его наставления, что когда мы грешим и не каемся, мы предоставляем дьяволу права над собой. И вот он говорит, что дьявол добился сейчас неких прав. Бог не то, чтобы позволяет ему делать все, что он захочет, просто он не хочет нарушать человеческую свободу. Поэтому нам нужно помочь миру молитвой. Если кому-то больно за то, что царит сейчас в мире, если кто-то молится об этом, то люди получают помощь, при этом свобода их остается ненарушимой. Вот такое пожелание, такое наставление, такое напутствие и благословение преподобного поисия. О мире, у которого столько проблем, надо молиться, потому что молитва, дорогие друзья, это самое сильное оружие во Вселенной. Не будем об этом забывать. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!